Обычно это лекция, я эту лекцию читаю на старте курсов для того, чтобы, как говорят специалисты физиотерапии, для входа в волну. Ну, есть такая технология, да, то есть, которая позволяет человеку, который начинает какое-либо новое физиотерапевтическое лечение, да, он получает какие-то микродозы этого самого лечения, да, для того, чтобы легко потом зайти в основное лечение. Вот сегодня, да, то есть, сегодня мы поговорим как раз вообще, в принципе, о тех тенденциях, которые сегодня наблюдаются внутри теологии, натуропатии. А прежде, особенно для тех, кто вообще, может быть, впервые на подобном мероприятии, есть какие-то стратегии впервые? Классно. Для тех, кто впервые, я бы хотел дать некоторые общефилософские аспекты, связанные вообще, в принципе, со здоровьем человека, с понятием здоровья, болезни, диагноза. Что такое лечение, да, то есть, ну, в таком вот общефилософском аспекте, потому что на самом деле современная медицина, которую мы знаем как традиционная, она изобилует стереотипы. По большому счету, стереотипов ничего плохого такого особенного нет, да, то есть, стереотипы нам на самом деле очень сильно помогают, они помогают нам экономить время, экономить энергию. Если бы мы каждый раз, когда шли, думали о том, какой ногой сейчас ступить в следующий раз, да, то есть, я думаю, мы бы метров с того прошли, и у нас бы закипел мост, да, потому что у нас есть стереотипы, и мы об этом не задумывались. Проблема возникает тогда, когда стереотипы появляются... Так, ага. Стереотипы появляются в каких-то сложных ситуациях, которые как раз требуют постоянного анализа. часто требуют сомнений, да, то есть, вот, чем мне повезло в моей жизни, да, то есть, когда у меня было 18 лет, у меня был педагог, который очень сильно попросил нас в процессе медицинского образования сомневаться со всем тем, что говорится нам с кафедрой, да, причем кем бы то ни было, вне зависимости от рангов, да, то есть, и это сомнение, эти сомнения он, ну, скажем так, обосновывал не тем, чтобы, ну, якобы кого-то унизить своим сомнением, да, а для того, чтобы уже начиная с раннего достаточного возраста, да, то есть, научиться оценивать ситуацию своим собственным мозгом. Почему это важно? Почему это важно, наверное, ну, вот, в частности, почему он считал это важно в медицине, кстати говоря, до сих пор считает, потому что он до сих пор преподает, да, потому что, на самом деле, как по книжке, пациенты из книжки, они не бывают, да, не бывают, как по книжке, все вот так, как написано, да, то есть, каждый человек, он на самом деле требует внимания. Собственного внимания к себе, понятно, если там необходим специалисты, внимание специалисты, только когда человек умеет сомневаться, соответственно, думать, и сомневаться даже в тех решениях, которые он принял, опять же, для того, чтобы, ну, скажем так, скорее себя где-то унизить, опять же, для того, чтобы обеспечить более полноценный подход, да, то есть, своим собственным сознанием, вот, именно для этого нужно это делать. Поэтому, опять же, то, что я сегодня буду говорить, это ни в коем случае не является истиной в последней инстанции, это, как говорится, на подумать. То есть, вот такие цели я сегодня поставил, да, то есть, попытаться еще раз, я понимаю, что сегодня уже второй день лекции, и об этом прямо либо посленно говорилось. Вот, я попытаюсь, может быть, где-то какие-то итоги подвести, да, то есть, может, еще какое-то внести, какое-то лепто в это понимание причин болезни цивилизации. Почему, опять же, я тоже расскажу. Попытаться разделить, это вот мы на врачебных конференциях очень часто об этом говорим, попытаться в своем сознании разделить цели фарм-бизнеса и медицины, да, потому что они совпадают где-то, где-то нет, и это надо очень четко детализировать, ну, диссоциировать эти моменты, да, где совпадают и что делать, где не совпадают и что делать. Вот, потому что очень часто так бывает, особенно в среде специалистов, вот вчера буквально мы об этом говорили с очень специалистом очень высокого уровня, лор-врачом, да, что вот этой диссоциации, когда в сознании нет, да, то есть, очень сложно, скажем, помочь человеку быть здоровым. Да, легко снять симптом, да, легко сделать человеку как-то временно легче, но очень тяжело сделать человека здоровым, если мы не понимаем, в чем разница. Попытаемся понять, да, то есть, попытаемся еще раз понять, что такое пациент и какие состояния в нем, ну, как бы, есть, да, то есть, и в чем их баланс, тоже поговорим об этом. Ну, да, и попытаемся рассчитать клиповое мышление, безусловно. Вот, и то, что я сегодня буду говорить, я надеюсь, запустит дискуссию, да, то есть, как может быть, в собственной голове каждого человека, либо между нами, вот, это будет хорошо, будьте здоровы. Кто-то там чихает, да. Итак, давайте еще раз, да, то есть, ну, достаточно быстро, я думаю, да, то есть, проговорим некоторые особенности современной, жизнедеятельности современной человека. Почему я, опять же, часто об этом говорю? Потому что, опять же, мы достаточно часто, особенно среди людей, которые еще не в теме, либо, которые находятся в рамках клипового мышления, которое проплачивается бигфармой, большой фармой, да, говорится о том, что, знаете, вот мой, там, не знаю, моя бабушка, мой дедушка, там, да, жизнь, жили там сто лет, ничего не ели, ничего не пили, как бы особенного, да, то есть, ничего не чистили и прожили свой, свой период какой-то, да, то есть, отложен от времени очень качественно, то есть, да, то есть, вот это вот такая ассоциация у человека возникает, значит, в принципе, он, наверное, тоже может так прожить. Классно, если бы у него была машина времени, да, то есть, он переехал в то время и там бы жил, да, то есть, соответственно, у него бы может быть, да, то есть, была бы такая-то такая же жизнь, как у его дедушки. Но мы сегодня живем совершенно в другом мире. Знаете, еще в чем проблема сознания нашего? Проблема сознания еще состоит в том, что мы часто думаем о том, что в рамках нашей, в общем-то, относительно недлительной жизни, по сравнению с историей, там, мировой, да, ничего, ну, как бы, глобально поменяться не может. Есть такое мнение? Ну, это, знаете, это вот, может, у древних греков там было по-другому. Но если вот просто взять и подумать, так вот, по-серьезному, да, то есть, вот я даже про себя, вот мне 45 лет, на сегодняшний день я живу с точки зрения экологического окружения уже за свои 45 лет в третьей экологической нише. В третьей. Я начинал жить в одной экологической нише, это был Советский Союз, были особенности питания, были ГОСТы, были то, то, все, да. Продолжал в перестроечные времена жить в другой период экологический, да, то есть, сегодня мы живем уже, я уже лично живу в третьем. И я не знаю, да, то есть, что дальше будет. И это, и эти периоды, они, ну, то есть, вот условия жизни, в которых мы находимся, они настолько кардинально за это время поменялись, что не учитывать это, это значит быть очень легкомысленным человеком. Потому что поменялось все очень и очень серьезно, да, то есть, и, соответственно, если мы этого не учитываем, а большинство населения как раз не учитывает, это как раз показывает статистика, да, сейчас мы поговорим. Вот, не учитывая это, мы автоматически нарываемся на проблемы цивилизации, именно с точки зрения здоровья. Ну, в данном случае это просто список основных параметров, которые в конце концов приводят к тому, что продукты питания становятся с точки зрения биологической ценности все меньше, менее и менее цельными, да, то есть, интенсификация сельского хозяйства. Кстати, я опять в очередной раз, я вчера увидел очередной отчет по поводу резкого увеличения урожайности зерновых, да, и стало еще более грустно, да, то есть, потому что четко и ясно понятно, что любое увеличение урожайности, потому что, как вы понимаете, у нас земля, она не растет, это единственный товар, которого в мире не прибавляется, да, а урожайность растет, да, то есть, это говорит о том, что с одних и тех же земель постоянно каждый год пытаются снять больше урожая, и с технической точки зрения это возможно, да, то есть, но с биологической точки зрения эта пища становится еще менее ценной, и это проблема. Это, в свою очередь, да, безусловно, привело нас, да, то есть, привело нас к изменению уже привычной пищевой корзины, то, чего раньше, естественно, не было. Большая мотивация на свободные углеводы, да, то есть, просто посмотрите, на самом деле, ну, как бы, что происходит в магазинах, иногда, знаете, хочется, ну, вот, знаете, есть, там, на сигаретах написано рак, там, импотенция, там, то-то-то, да, то есть, вот, было бы прикольно написать на продуктах питания, например, вот, ну, человек берет, например, там, батон, а там написано, деби, от ожирения, атеросклероз, да, вот, берет, например, там, сосиски, там написано, допустим, там, рак толстого кишечника, да, ну, это было бы прикольно, да, потому что, на самом деле, если взять вот то, на что нас мотивирует на сегодняшний день в части питания, да, то есть, получается, на очень большом количестве продуктов, особенно, когда у человека мало выбора, я очень много перемещаюсь, например, на заправку вот так заезжаешь и думаешь, вот, ну, что-то хочется перекусить, например, да, а что такого взять, как бы, чтобы выжить, да, погуляешь, погуляешь и дальше поедешь, да, ну, потому что реально воду, ну, теории еще можно, да, то есть, ну, дальше, в общем-то, ну, дальше, ну, пищевая ему лежит, понятно, очень активная, кстати говоря, мотивация на употребление большого количества мяса, замечали? Вот, очень как-то хитро теория незаменимых аминокислотах совпала с началом промышленного производства мяса, особенно таких видов, как курятины и свинины, да, почему курятины и свинины? Все просто, да, то есть, это организмы, которые можно, которые достигают своего промышленной массы, да, то есть, в очень раннем возрасте, куры в 49-52 дня, да, то есть, свиньи в 6-8 месяцев, и они еще не успевают заболеть, ну, тяжелыми обменными заболеваниями в связи с особенностями их выращивания, просто потому, что они еще, ну, как бы, юнцы, да, потому что если бы попытаться на этом питании, на этих условиях довести до взрослого состояния, они бы были очень тяжело больны к этому, да, в рамках такого подхода, да, вот, но эти все вещества все равно передавятся и нам, если мы их, как бы, злоупотребляем. А в чем еще, опять же, интересна, как бы, особенность психологии хомо советикуса, да, то хомо советикуса была одна интересная, своеобразная, как бы, такой стереотип, что, ну, человек советский, да, особенность, да, то есть, что если семья могла позволить себе мясо хотя бы 3-4 раза в неделю, эта семья считалась состоятельной, да, она была, вот, молодец, они могли достать, помните, купить туда не надо было, надо было достать, да, надо было, можно было достать это мясо, это мясо можно было приготовить, и это было очень круто. И вот пришло время, когда килограмм какого-то особенного, там, качанного салата стоит в 2 раза дороже, чем килограмм свинины, да, то есть, и человек из советского периода идет в магазин, думает, так, килограмм салата, килограмм свинины, да мы им этот салат, да, и начинает есть мясо в больших количествах. Результат, конечно, тоже сложный, потому что, на самом деле, мы на это не особо рассчитаны, большинство из нас, да, то есть, наш желудочно-кишечный тракт, наша печень, наши другие системы на это не очень-то рассчитаны. Демонизация продуктов, кстати говоря, тоже, это вот вопрос, там, об атеросклерозе и так далее, в свое время демонизировали сливочное масло, демонизировали, там, те же самые яйцам, сейчас активно демонизация идет, например, ну, например, тех же, того же самого молока, да, вот, причем так интересно, интересная такая тенденция, она тоже, как бы, да, в рамках стереотипов прокручивается, когда говорится о том, что, вот, смотрите, финны употребляют очень много молочных продуктов, и у финнов очень развиты аллергические заболевания, значит, что? Значит, молоко плохое. Ребята, хорошо, масаи употребляют в 4 раза больше молочных продуктов. Какая у них распространенность аллергии? Как вы думаете? Да никакая. Дело в молоке? Нет. Дело в остальных условиях, в которых проживают эти люди, да? Другие условия совершенно не связаны. Если человек, да, имеет сложный, ну, скажем так, разрушенный кишечный барьер в ряде, ну, то есть, живя в определенных условиях, то понятно, и он ест каких-то, какой-то пищи много, понятно, что антител к этой пище у него будет в крови много. Но вопрос в чем? В кишечнике или в молоке? Конечно, в кишечнике, да? А у масаи просто нет таких условий жизни, они тоже пьют молоко, но почему-то они от этого не болеют аллергическими заболеваниями. Это тоже особенность так называемой науки, да? Потому что наука, знаете, это есть, наука так или иначе пользуется, то есть, ну, во-первых, есть вообще ненаучные исследования, вообще ненаучные, да? То есть, потому что научные исследования предполагают то, что те факты, которые кто-то написал, их можно проверить в своих собственных, в других условиях, да? Можно. Они постоянно должны быть, ну, как бы, повторяемость у них должна быть. Это первое. Второе, в исследованиях должно быть, должна быть очень четкая математика, да? И третье уже интерпретация. Очень часто получается, берется фактически материал и берется интерпретация. Мы не знаем, откуда взялся этот материал, дублируется он где-то или нет, да? И просто читаем выводы. Вот это очень часто бывает, к сожалению, да? То есть, и интерполяция идет этих фактов на все население. И это очень непросто, потому что потом, со временем, да, то есть, у людей реально в сознании, учитывая средства массовой информации, очень активно, да, то есть, появляется фейковая мысль на ту или иную тему. То же самое произошло с понятием правильного питания. Спроси разных людей сейчас, что такое правильное питание, вы получите 58 разных ответов, да? Вот. И для каждого, и каждый может с пеной у рта доказывать, что его теория правильного питания, да, то есть, она верна. Почему? Потому что она мне, там, например, конкретно помогла, да? Поэтому я, честно говоря, в последнее время вообще в своих лекциях не использую понятие правильного питания. Вот честно. Знаете, что я использую? Понятие адекватного питания. Понятие адекватного питания включает в себя цель, да? Смотрите. Это кто? Мужчина, женщина. Это какого он возраста? Они, да? Этническая принадлежность, климат, в котором они живут, деятельность, которыми они занимаются, беременная и небеременная, кормящая, и так далее, и так далее, и так далее, да? Да? Здоровый или не очень. Если не очень, то по каким параметрам? Исходя из этого, формируется понятие адекватного питания для этого конкретного человека. И сказать однозначно, что вот этот тип питаний, да, он будет однозначно адекватным для всех, это уже стало, ну, как бы, это неверно. Это как раз порождает такое количество стереотипов, с которыми мы потом не можем справиться. Потому что возникает, как бы, на этой почве возникает куча войны внутри тех же соцсетей, да, то есть информационного пространства. Следующая особенность тоже современного мира интоксикации. Их много. Смотрите. Средовая интоксикация, пищевые интоксикации, лекарства отдельной темы. Очень изобретательная промышленность у нас есть такая, фармакологическая, которая каждый год производит большое количество новых, неизвестных ранее приводилищих. Слава Богу, у нас есть такой орган, как печень, которая умеет производить ферментные системы детоксикации, даже в отношении тех веществ, которые мы еще пока не успели придумать. Это очень хорошо. Ну, и, соответственно, эндогенные яды, да, то есть, которые реализуются, то есть, образуются в нашем организме в результате нездоровья наших основных базовых систем. Ну, и еще важной, да, то есть, особенностью нашего организма, нашей жизнедеятельности является гипотинамия и состояние дистресса. Об этом, я думаю, уже говорилось. Смотрите результат, да, то есть, современный результат, современного, ну, как бы, причин, да, причин болезни, причин смертности, да. Первых две, смотрите, да, первых две причины ишемической болезни сердца и инсульт, классическая обменная, да, классический обменный процесс, то есть, связанный с нарушением, фактически, структуры питания. Следующее, хроническая обструктивная болезнь легких и респираторная инфекция нижних дыхательных путей. Классика жанра, связанная с угнетением работы иммунной системы. Ну, то есть, большое количество людей сегодня находится в состоянии глубокого иммунодефицита. Опять же, в данном случае тоже имеет, это имеет отношение к, тоже, к гипердефицитному, скажем так, питанию. Болезнь Альцгеймера, да, то есть, другие формы слабоумия, опять же, чисто обменная тема, да, в результате такого глобального нарушения питания клетки мозга переходит в состояние самоубийства клеточного, апоптозы, это болезнь Альцгеймера. Диабет, опять же, ну, рак, ну, это большая тема, мы тоже, как бы, сможем, сегодня не сможем об этом много говорить, да, то есть, диабет, опять же, обменный. То есть, смотрите, получается, получается на сегодняшний день, что большинство людей в современном мире гибнут от, так или иначе, от гипердефицитного и токсичного питания. Или окружения, дефицитного питания и токсичного окружения. И поэтому, если мы этого не поймем, если мы этого не осознаем, то, соответственно, как бы шансы проскочить мимо вот этих вот причин. А тут тоже интересная тема, да, то есть, потому что нам тоже навязывают ряд стереотипов хитрых, которые, а, ладно, я потом чуть позже об этом скажу, потому что важно будет потом проговорить. Смотрите, вот это результаты, там немножко другая статистика, чем у вас, да, за 2013 год. Заболевание сердечно-сосудистой системы первое место, онкология второе, третье. Очень интересная тема. Едрогенная причина, знаете, что это такое? Это смерть от лечения. Едрогенная причина, это причина смерти лежит в технологиях лечения, то есть, от медицины. Ну и, соответственно, четвертое, это травма. А вот интересная данная США 2001 года. Обратите внимание на цифры. От причин, то есть, от медицины. В этом году, в первом году, умерло 780 почти 4000 человек. Видите? Вот. То есть, получается, ну, то есть, от сердечно-сосудистых 700 тысяч человек. Получается, самой опасной болезнью в Средней Штатах является медицина. Интересно? Очень интересно. То есть, в Америке просто интересная система статистики. Вот в нее очень, ну, то есть, ее очень сильно много кто пытается интерпретировать, но цифры там почти честны. Вот это очень интересно. Ну, источник, если кому надо, можете посмотреть. Почему происходит такая ситуация вообще? То есть, в чем причина? Ну, такого, опять же, такого состояния медицинной в том числе, да, то есть, которое мы имеем. Подмена понятий, да, то есть, создание лжиаксиомы. Их много, на самом деле. Да, то есть, например, аспирин разжижает кровь, там, не знаю. А повышенный уровень холестерина является причиной теросклероза. Ну, или какая-нибудь другая ерунда, которая, в общем-то, на самом деле у человека как штамп включается в голове, да, то есть, и он реально, ну, как бы верит на уровне этого штампа, да, что вот это так, как вот нам рассказывают. Хотя на самом деле, да, то есть, то, что вот эти даже два утверждения, которые я сегодня сказал, не имеют никакого... Это что? Не имеют никакого отношения к правде, да, то есть, вообще никакого. Только надо, ну, надо просто это все интерпретировать очень-очень глубоко для того, чтобы на самом деле понять, что это неправда. Разделение врачей и научных специалистов. Вот это тоже, кстати, вчера как раз мы обсуждали эту тему слов врачом. Да, то есть, когда она говорит о том, что я могу вот в рамках вот отсюда, от нижней челюсти вот досюда, очень много чего сделать, но я понимаю, что все равно человек ко мне вернется. Почему? Потому что я все остальное отправляю куда-то. А что там с ним куда-где-то там сделают, я тоже не знаю. Я этой технологией не владею. Мало того, этот очень высококолистовый специалист искренне пока считал до вчерашнего дня, что он и не может это знать. Да, то есть, моя задача вчера была рассказать и о том, что на самом деле для того, чтобы узнать, что... как этому помочь, да, мне достаточно трех-четырех часов тебе объяснить, что на что можно делать. Она пока не поверила. Правда? Мы проверим, потому что будет дальше. В поле прогнозии еще одна интересная тема, да, то есть, это применение более трех препаратов одновременно. В чем тут фишка? Вы когда-нибудь читали инструкции к лекарствам? Видели, да, такая книжка? Метра четыре такая в длину, если ее так раскрутить. Вот, в конце, в большинстве препаратов, да, то есть, в качестве побочных эффектов будет написано смертельный исход. Вот, это совершенно не обязательно так, к слову сказать, совершенно не обязательно, но если это написать и что-то произойдет, даже не по причине этого лекарства, да, то есть, фармкомпания снимает с себя сразу все по ответственности, потому что с точки зрения публичной оферты она всех предупредила. Понимаете, да? Вот, ну, то есть, это особенность юридических, ну, юридическая особенность, и они этим пользуются, это понятно. Каждый хочет себя защитить таким образом. Но, фишка в чем? Я просто другое хочу рассказать. Когда нам рассказывают о том, что лекарство – это очень изученная тема, а вот травы – это такая неизученная якобы тема, да, то есть, и так далее, то вы просто возьмете инструкцию, посмотрите. Там будет написано про само лекарство, и там будет написано про взаимодействие с другими лекарствами. Взаимодействие будет описано парами. Этот препарат вот с этим может быть то-то, а с этим – то-то, а вот с этим – то-то. Я вас уверяю, вы нигде практически не увидите, ни в одной инструкции, чтобы было написано. А в сочетании с этим двумя будет так-то. Да? Почему? А потому что, когда уже включаются в организм три препарата, а это, еще раз повторюсь, чужеродные вещества нашего организма, и высокоактивные, да, вот, то изучить последствия уже становится технически невозможно. А теперь возьмите любого практически пациента, который болеет особенно достаточно давно, какое количество этих пациентов принимает три и более препаратов? Ну, не то чтобы сто, но близко к тому, да? И получается, что те исследования, на которые опирается фармбизнес, Big Pharma, не имеют никакого отношения к действительности, потому что на самом деле, как только включается третий компонент, все исследования, которые написаны где бы то ни было, уже не имеют никакого значения. Все остальное можно считать неисследованным. Вот. И это тоже вранье. И это тоже одна из особенностей, почему медицина на сегодняшний день становится одной из серьезнейших угроз на человечестве. Это проблема. Невозможность, опять же, оценить, да, то есть токсичность или там особенности вообще действия лекарств, потому что делается это достаточно быстро, но обратите внимание, да, я куда-то потерял источник, я потом найду. 10% в среднем в мире лекарств за год, да, то есть лишается лицензии, в многих странах, по причине несопоставимых проблем, да, то есть которые они наносят людям. При этом обратите внимание, что все эти 10% лекарств когда-то получили все разрешения, все изучено было, все документы, все-все-все было сделано. Но через некоторое время, да, оказывается, что все равно, и, кстати говоря, следующим на очереди, к слову сказать, я этому очень безумно рад, следующим на очереди группа препаратов, которые тоже подходят время им запрещаться, это статина. Да, она следующая на очереди. Я не знаю, сколько уйдет на это времени, потому что слушания парламентские прошли в Австралии, парламентские слушания сейчас пройдут в Великобритании, я думаю, следующее это Брюссель, вот, не знаю, подключится ли это Соединенные Штаты, сомневаюсь я в этом, да, то есть, но уже очень серьезные люди, да, то есть очень серьезные врачи, настолько, ну, возмущены, да, то есть ситуации, связанные с применением статинов, их бессмысленностью и, мало там, вредом, вредом, который они наносят, что, ну, как бы, этот ссор из избы уже вынесен на обсуждение парламентов стран, да, то есть высшая власть фактически, вот, и это мне очень, в общем-то, по душе, да, то есть мир меняется, и, как бы, не без нашей помощи, слава Богу. Опять же, рыночный механизм выбора методик, да, то есть нужен быстрый эффект, это тоже особенность медицины современной, да, то есть особенно ее платной части. И вот то, о чем я хотел сказать, да, то есть демонизация эффекта плацебо, да, обратите внимание, что я имею в виду? Когда мы со специалистами говорим о том, что вот есть такие результаты, да, то есть вот так это работает, что говорит специалист? Это эффект плацебо. Да? Скажите, когда человеку становится лучше, это плохо? Это нужно как-то обесценивать? С моей точки зрения, задача специалиста после контакта с его клиентом, пациентом, состоит в том, чтобы он ушел от этого специалиста с максимально возможным эффектом плацебо, какой только возможен, да? И тогда у него появляется намного больше шансов помочь себе и у этого человека. Но нам вообще не говорят про эффект нацебо. Знаете такое? Вот я недавно о нем узнал, на самом деле, я понимаю, что у любого, наверное, слова с каким-то обленным смысловым наполнением есть какой-то антоний. Да? Плацебо мы знаем? Нацебо я не знал. А знаешь, что такое нацебо? Ну, соответственно, обратный, вы уже поняли этого, да? То есть, например, человеку говорят, человек приходит в поликлинику, мы говорят, и он говорит, что, знаете, вот что-то болит вот там, сколько вам лет? Столько. Ну, так нормально. Да? Сколько вам лет? Пятьдесят. Надо пить таблетки от давления. Так нет давления, так вам уже пятидесят. Да? Или когда беременной женщине рассказывают, что беременность – это страшная болезнь, часто смертельная, да? А роды – это вообще просто тушь и свет, да? Это классический эффект нацебо. И таких эффектов масса. Мало того, нас пытаются убедить в том, что человек в процессе жизни, ну, то есть, должен так усадить свое тело, чтобы за душе там зацепиться было не за что, и из-за этого он должен уйти из жизни. А не потому, что он выполнил все свои задачи в абсолютно полном функциональном своем активном состоянии и решил, что он на этом, эту часть жизни покидает, пошел дальше. Понимаете? Почему человек должен уйти от тяжелых болезней? А почему он должен, не должен, в смысле, должен, может, не может уйти просто потому, что он решил все свои задачи, которые он перед собой поставил? Есть разница? Кто хочет уйти от того, от помучаться от болезни? Есть такие? А просто потом… А мы же все умрем, правильно? Правильно. Хотелось бы уйти в каком-то почтенном возрасте с полным осознанием того, что все, я как бы закачиваю тут, да? Вот, при этом, совершенно не страдая об этом, хотелось бы, но мне бы хотелось, да? И если нам говорят о том, что мы должны умереть почему-то от болезней, то для меня это само по себе является эффектом нацеба. Есть другие моменты, да? То есть очень активно сегодня распространяются идеологии, связанные с тем, что большинство болезней цивилизации имеет генетическую причину. Помечали сейчас? Прям ТЭД об этом говорит, да? То есть прям вот все-все-все об этом говорит генетика. Смотрите, нашли такой ген, нашли такой ген, нашли такой ген. Прикольно. Тогда встречный вопрос. Скажите, а бывают эпидемии генетических заболеваний? Очевидно нет, да? Потому что на самом деле, если мы сейчас проанализируем геном любого здесь присутствующего, да? Присутствующего любого здесь человека, то мы можем безошибочно, совершенно безошибочно, примерно рассказать о его предках на ретроспективу примерно в 30-40 тысяч лет. Безошибочно. Есть такая наука палеогенетикой, которая этим занимается. То есть у вас в Москве есть лаборатория на ретроспективе. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что за 30-40 тысяч лет генетические знаки, которые есть у нас в геноме, они глобально не поменялись. И не может быть такого, что в прошлом поколении встречаемость диабета, допустим, была такой, а в этом поколении, то есть в десятки раз больше, и это якобы имеет генетическую природу. А есть еще интересная наука, называется эпигенетика, надгенетика. Как она появилась, очень интересно. Когда в конце 80-х, начало 90-х годов ВОЗ запустил программу анализа генома, да, человека, считалось, что когда весь геном будет расшифрован, то примерно у человека должны были бы найти 100 тысяч генов. Почему? Потому что в среднем у человека 100 тысяч белков. Соответственно, планировалось найти 100 тысяч генов, каждый из которых кодирует этот белок. Искали, 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 нашли 20 тысяч. Все. Потолок 20 тысяч генов, 100 тысяч белков. О чем это начало? О чем это говорит? Это говорит об очень простой вещи. Что значит один ген, в зависимости от тех условий, в которых он находится, кодирует разные виды белков. И поэтому появилась фактически наука эпигенетики, которая совершенно четко доказывает очень простую вещь. От того, в каком микроокружении находится клетка, от этого и зависит, какой белок сейчас будет производить этот конкретный ген. Помести клетку в благоприятные условия, она будет производить, этот ген будет производить такие-то белки. Поместить клетку в неблагоприятные условия, он начнет производить другие белки. Совсем неблагоприятные условия, вообще перестанет производить белки. А ген один и тот же. Но нас сегодня пытаются убедить в том, что генетическая природа на самом деле вот это все, и поэтому мы можем только управлять симптомами. Причина очень понятна, зачем это сделать. Окружение, да. Это еще раз просто говорит, что мы являемся не отдельными существами, а частью среды, которую мы сами себе создаем. Частично, да. Ну, соответственно, что же такое здоровье, да. То есть, это система, которая называется саногенезом, которую в мединституте изучают на первых полутора курсах. Всего лишь. Там потом забывают ровненько и пошли дальше в патогенезе, да. Безусловно, способны защищать нас от очень жестких условий. И поддерживаются за счет чего? Смотрите. Естественные барьеры. То есть, мы опять же живы и здоровы до тех пор, пока мы отделены от остальной среды избирательно проницаемыми барьерами. Так? Вот. И эта избирательность должна быть строго регламентирована. Если этот барьер либо слишком проницаем, либо недопроницаем, то, соответственно, мы не можем обмениваться с внешней средой в здоровом способом. И, соответственно, начинаем болеть. Так или иначе. Ничего не будет, если не будет барьера. Интегративная система, да. То есть, нервная, эндокринная, ну и другие. Я тут других не писал, потому что есть и другие. Иммунная система, антиоксидантная и так далее. Это все механизмы здоровья. Соответственно, они работают до тех пор, пока есть барьеры, пока есть питание, пока есть минимально возможное, и в данном случае, кстати говоря, это почти невозможно, либо максимально возможно поддержанное системы детоксикации. И еще очень важный аспект, обратите внимание, на то, чтобы быть здоровым, нужна мотивация на сегодняшний день. Раньше этого не надо было, потому что, ну, собственно говоря, просто все жили и жили себе, и задумывались об этом, потому что жили в естественных условиях. Сегодня для того, чтобы же быть здоровым, нужна индивидуальная мотивация. А вот создать ее, да, то есть, вот это вопрос непростой. Да, то есть, и здесь, вот в подобных системах, как раз есть возможность, да, то есть, системой взаимопомощи создавать внутреннюю мотивацию к поддержанию здоровья. Потому что, когда люди разрозненные ходят по улицам, им поддерживать, собственно, мотивацию практически невозможно, потому что ее все время, ее внимание все время раздергивают. Да, соответственно, что ж такое тогда получается хроническое заболевание? Да? Это ситуация фактически, когда угнетено здоровье. Мы здесь делаем акцент на здоровье, это самое главное. И в результате организм начинает сопротивляться, да, путем формирования симптома. Он пытается выжить, его задача выжить. Соответственно, у него есть запасной механизм реагирования в виде симптома. Этот симптом, уже у нас есть вариант, как с ним работать. Либо, не работать, точнее, осознавать. Либо это враг, с которым нужно бороться, да, либо это реакция, которую нужно понять, ее нужно понять, в чем ее позитивный смысл. И постараться организму помочь этот смысл реализовать. Ну, допустим, у человека поднимается давление, да, с целью увеличения скорости объемного кровотока. Весит он, этот человек, 150 килограмм. А сердце у него осталось такого же размера. Что ему сделать? Ну, ему надо повысить давление. Мы можем снизить давление? Можем. Результат какой? Скорость объемного кровотока станет обычной, прежней, когда он весил 70 килограммов. Но этого недостаточно на его 150 килограммов. Результат какой? Начнут страдать органы, которые он, организм защищал, повышая давление. А это какие органы? Которые больше всего зависят от кровотока. Мост, сетчатка, само сердце, почки и так далее. И как-то весело получается, что когда человек с гипертонической болезнью приходит к доктору, ему назначают таблетки от давления. Через 10-15 лет ему начинают ставить атеросклеротический кардиосклероз, атеросклеротическая реценопатия и так далее. То есть, начинают ставить фактически диагнозы, которые говорят о том, что у него недостаточность кровообращения. Вот и все. Но он, типа, лечится. Соответственно, что тогда уже организм человека с этим заболеванием хроническим? Либо некая система, которая требует резкого императивного управления. Давайте эту таблетку, давайте эту, давайте эту, давайте это, потому что вот если вы не будете пить таблеток, то это глупая система, она вас убьет. Это вопрос системы ценностей, понимаете, как интересно. Что является предметом веры в нутрициологии и в фармакологии? В фармакологии предметом веры является метод лечения. Хороший метод лечения, плохой, подходит, не подходит. Предметом веры во всей медицине дофармакологической эпохи является то, что организм сам по себе является идеальной системой. Это в разных трудах по-разному прописывалось, как говорят, лечит доктор, исцеляет Бог. Эта фраза как раз говорит о том, что исцеляет себя сам организм, можем помочь ему на этом пути, но исцеляет наше здоровье, а не метод лечения. Это очень важно понимать. Тогда что такое диагноз? Мы привыкли, что диагноз это описание патологических механизмов. С моей точки зрения очень важно, чтобы к диагнозу всегда было два как минимум пункта. И описание патологических механизмов, и описание того, какие здоровые механизмы у человека ослаблены. Вот тогда это будет цельный диагноз, на самом деле. И описание и того, и другого. тогда что такое лечение? Либо подбор методов управления болезнью, то есть патологией, либо подбор тактики восстановления здоровья, либо и то, и другое. Но с точки зрения лечения, то есть с точки зрения лечения, то, о чем говорил тот же Гиппократ, сейчас я назову, он говорил о том, что лечение пусть к исцелению, то есть соответственно как бы это значит соответственно должна быть та методика, которая позволяет человеку быть более здоровым, а не меньше страдать. Если человек только меньше страдает, но продолжает болеть, лечением это называть нельзя. Соответственно смотрите, если смотреть о хроническом заболевании целиком, то есть рассмотреть его таким образом, то получается, что перед глазами появляются сразу два аспекта. и механизмы болезни, и механизмы здоровья. И управлять можно, то есть тогда всеми аспектами. Если мы видим картинку, которая нам представляется, например, в качестве картинки пациента с хроническим заболеванием, нам представляется вот такая картинка. Поэтому это называется половина подхода. Понимаете? Мы можем что? Когда механизмы болезни стали очень сильными, мы можем их придавить таблетками, например. поднялась, опустили, опустилась, подняли, расширила, сузили, сузили, расширили, не сужается, не поднимается, отрезали, поставили титановую. Да? Вот. Это все работа с чем? Это все работа с болезнью. Да? А по идее, с моей точки зрения, и моя задача последних двух десятилетий состоит в том, чтобы медицина была целикомой. Чтобы мы понимали систему целиком, а не вот таким вот способом. И тогда очень многое меняется. И у специалистов, и у их пациентов. Ну, это в двух словах просто откуда взялась вообще в принципе аллопатическая медицина. Чуть более ста лет назад, да? Основная задача это продолжать, с моей точки зрения, продолжить, попытаться продолжить Первую мировую войну. Причина в том, что изменилась тактика ведения войны, появилась артиллерия автоматической оружия в виде пулеметов, да? Вот. И если бы не аллопатическая медицина, то Первая мировая война закончилась бы особо не начавшись, потому что воевать было бы просто некому. Просто все бы перебили. Без химическое оружие. Да? То есть нужно было быстренько ставить назад людей. на фронт, да? То есть и нужно было таким-то образом их после вот этого вот как бы условно-летального оружия, осколочного, да? То есть вот как пуля дура, помните, да? Это все. Вот. Поставить назад. Вот появилась аллопатическая медицина. Это экстренный способ. Я еще раз повторюсь, я, кстати, говорю, я не являюсь противником фармакологического подхода в медицине, чтобы было понятно. Я являюсь противником бездумного применения этого подхода. Применение не по месту, применение не для позитивных задач. Вот противником чего я являюсь. Потому что если речь идет об экстренном состоянии, то фармакология очень хорошо может помочь. Но сегодня получается, что более 80% пациентов, получающих лекарства, на самом деле не имеют никаких экстренных показаний по этому поводу. они занимаются чистой симптоматической терапией. И это не лечение. Ну, это то, о чем я говорил. То есть, надо очень четко, соответственно, разделять, в чем цели медицины с ее лечением, тем самым оздоровительного плана, и фармбизнес. Я не буду тут особо сильно распространять, я думаю, вы понимаете, что это разные вещи. Соответственно, где должна остаться лопатическая медицина, где она должна развиваться, с нашей точки зрения? Безусловно, это стационарный этап лечения, ситуация, когда у человека очень, допустим, очень тяжелое состояние, которое требует подобного подхода. Скорая неотложная, военно-полевая и так далее. В этой ситуации, если человеку не успеть сработать симптом, он может погибнуть или инвалидизироваться. Это понятно, с этим никто не спорит. Для этого должны быть врачи, которые хорошо знают, что такое лекарство, что такое хирургия. Все должно быть обязательно. Попрос ввести в другом. Это менее 20% всех наших медицинских усилий. Соответственно, если мы хотим быть здоровыми, то механизмы здоровья, управление механизмом здоровья является нашим основным фокусом внимания. Работать с болезнью можно намного меньше, потому что основная задача, мы на чем концентрируемся, то и получаем. Чем больше мы концентрируемся на управлении болезней, тем больше болезней мы получаем. Тем больше мы концентрируемся на механизме здоровья, тем больше здоровья мы получаем. Это вопрос концентрации внимания. На чем мы концентрируемся? Поэтому, когда очень часто бывает ситуация, Вот смотрите, у меня и это, и это, и это, и там болит, и тут болит. Вот расскажите мне, вот как мне это лечить, это, и это, и это. Я говорю, подождите, давайте мы не будем гоняться за каждым этим проявлением. Вы же знаете, что у вас есть базовые системы и созависимые, да? Так давайте просто начнем работать с базовыми системами. Потом, если необходимо будет работать с созависимыми, либо эта базовая система сама будет управлять созависием. И у человека по-другому меняется сознание. Он начинает думать совершенно про свой организм другим способом. До этого вся фиксация внимания была на болезненных проявлениях. И он начинает в данном случае уже концентрироваться на механизме здоровья. Совершенно другая тема в мозге. Совершенно другая. Соответственно, результат совершенно другой. Аргументы против натуропатического подхода, да? То есть, которые тоже часто встречаются. Люди не будут этого делать. Им нужен быстрый эффект. Это правда? Абсолютная правда. Поэтому я часто говорю, что натуропатия, натуритеология, она не для всех. Она только для достаточно осознанных, для того, чтобы понимать природные причинно-следственные связи. Таких людей меньшинство. Я вас поздравляю, вы здесь. Спасибо. Это очень важно. Дальше вы видите. Дорого не работает, бездоказательно. Ну, и там дальше религия пошла. Я в это не верю. А вот. Ну, да. Я часто... Это часто просто бывает. Вот последнее утверждение. Вот. Она очень часто говорит, знаете, как бы, да, наверное, но мы не в церкви. Вы либо знаете, либо нет. Да? Либо знаете, либо нет. Это вообще не вопрос веры. То есть, вы можете это знать, можете этого не знать. Верить в это не обязательно. Иконы, икон тут нет. Да? То есть, это совершенно другая категория. Ну, и, соответственно, объективная причина торможения, с которой мы, собственно говоря, и работаем. Полное отсутствие, да, то есть, практически, да, то есть, системных знаний у специалистов. Потому что эта методика, ну, допустим, в частности, в 1913 году клан Ротшерда Фракфеллеров фактически своим одним документом полностью убрал из медицинского образования все, что касалось нехимического подхода медицины. Ну, то есть, и школы разделились, да, то есть, была школа. Школа натуропатии, например, на сегодняшний день есть в Европе некоторые школы натуропатии, которые сохранились, отделившись от высшего медобразования в 1913 году. В частности, да, они есть. В Швейцарии, в частности, в Тюрике есть такая школа. Вот, тоже интересно. Сложная процедура патентования. Средств натурального происхождения. Почему это имеет отношение к развитию, да, то есть, нашему? Потому что это дополнительное средство, которое можно было бы пустить в как раз популяризацию. Средств здесь очень немного, да, то есть, это в отличие от фармакологии. Да, то есть, меньше моржа, значительно меньше моржа между себестоимостью и ценой. Почему? Ну, потому что намного, как вы понимаете, дешевле произвести куриный бульон, бульонный кубик Галинобланка, а не кусок здоровой курицы. Правда? Вот примерно так же отличается цена натуропатического продукта и фармакологического, как кубик, и, соответственно, себестоимость, да, я им про стоимость даже не говорю. Кубик Галинобланка, я думаю, у него стоимость раз в тысячу больше, чем себестоимость. Где-то так, да? А цена хорошего куска куриного мяса, да, то есть, от себестоимости, разница между себестоимостью и стоимостью будет процентов 30-35 в современном мире. А это разница очень большая. Вот. Ну, и, соответственно, все наши, да, то есть, работа, вся наша работа, соответственно, резко снижает финансоуемкость медицинского рынка, что тоже не выгодно. Основные направления развития, которые сегодня мы имеем в натуропатии, это формирование сообществ. Вот мы сегодня занимаемся этим здесь, прямо в данный момент времени. Для чего нужны сообщества? Целей у них много, но одна из глобальных целей создания сообществ, это как раз создание коллективной мотивации на оздоровительную задачу. То, о чем я говорил в самом начале. Коллективная задача, ой, ее очень сложно сбить с толку. Очень сложно, да? И как раз создание сетевых систем, внутри которых находятся люди, которые объединяются между собой, профессионалы объединяются с пользователями, пользователи становятся профессионалами и так далее, и так далее. Это как раз система, которая и позволяет нам развиваться. Причем я хочу сказать, развиваться очень эффективно. Знаете, почему я делаю такой вывод? Мы стали реальной угрозой. Почему я об этом говорю? Потому что компания Google, если кто-то не знает, я расскажу, да? С Big Pharma на сегодняшний день до конца 2019 года меняет систему поиска. Все, что в 2020 году, если вы будете пытаться находить какие-то сайты, связанные с аппаратическим подходом, не фармакологическим, какими-то альтернативными методиками оздоровления, Google будет автоматически засаживать какую-то 60-ю страницу поиска. Даже если вы забиваете прямо вот название сайта, он сразу уйдет в глубину поиска. То есть фактически Big Pharma на сегодняшний день начинает покупать поисковые системы, точнее шантажировать и поплатить им для того, чтобы мы не могли найти информацию. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы уже очень эффективны с точки зрения формирования определенного общественного мнения и противодействия, да, то есть вот этой вот, в общем-то, патологической машине. И я вас всех с этим поздравляю, потому что это наш общий успех, с моей точки зрения. Создание национальных и наднациональных ассоциаций, которые тоже мы реализуем, вот обратите внимание, вас пригласили сейчас в Молдову, да, очень люблю эту страну, кстати говоря, реально очень светлая страна. Создание собственных образовательных программ, это тоже уже работает. Мы уже, да, то есть инициировали целые курсы в разных вузах, в медицинских в том числе, да, то есть которая позволяет специалистам хотя бы прикоснуться к этой теме. Вот, привлечение к этому, к этому пути, естественно, производителей, да, то есть ибатов, эмоциональных и органических продуктов. Вот, и что важно, да, то есть для меня на сегодняшний день, мы уже вышли из подросткового возраста, да, и, наконец, перестали, да, то есть спрашивать разрешение у Бигфарма. Мы сделали свою собственную взрослую самодостаточную систему со своими ценностями, да, то есть которые не пересекаются с ценностями Бигфарма. Я, опять же, всех с этим поздравляю. В чем мы, да, спасибо. В чем отдаленные, я вижу отдаленные перспективы развития натуропатического подхода. Естественно, значительно более высокая степень личной ответственности, в конце концов, человека, ну, то есть он имеет внутреннюю такую, да, то есть мотивацию на оздоровление, его внутреннюю. Он не пытается переложить ответственность за, собственно, здоровье, на медицину, на президента страны, на еще кого-нибудь. Он сам является активным человеком, принимающим, собственно, активное влияние на, собственно, здоровье. Снижение, безусловно, эффекта выгорания врачей, вообще специалистов, да, то есть я часто вот рассказываю, врачей же много в этом занимают, да, поднимите, пожалуйста, круто, да, вот. Почему, да, то есть эта проблема возникает? Я с педагогами часто вот как бы вот это вот, у меня педагоги есть в зале, вот с ними легче, да, потому что когда к ним приходит ребенок, например, в 6 лет, он уже, ну, там, он умеет, естественно, говорить, там, читать, считать, да, вот. К 11 классу он вообще уже классно, там, ну, может много чего делать, вообще практически здоровый, в смысле взрослый человек, очень много чему научился, и педагог, естественно, очень гордится своими учениками. Есть такое? А теперь, смотрите, врача берем, да, врач пришел, к нему пришел пациент, он, ну, не так, только начинает болеть, он ему по протоколу что-то назначает. Вот приходит через год, он опять что-то все правильно делает, вот как учили, все классно, да, а он все более больной-больной. Больной, и все болеющий, и больше болеющий, и новое заболевание, и карточка у него растет. С педагогами такая штука, пришел к вам ребенок, 6-летний классно учиться, учит, в смысле, уже умеет говорить, умеет писать, считать, в 11 классе. Ну, примерно так. То есть, вы пропускаете, то есть, вот у педагогов, вот вы принимаете классных, умных детей в 6 лет, а в 11 классе вы пропускаете полных дебилов. Как бы вы чувствовали себя как педагоги? А, при этом, все делайте, как в педагоге учили. Выгорание жестокое. Вот это очень жестокая тема. Поэтому, когда я разговариваю с врачами, мне искренне жалко, да, то есть, я искренне беспокоюсь о том, чтобы этих врачей, да, то есть, перевести в ту область знаний. Точнее, дать им вторую область знаний, которые будут препятствовать вот такому глобальному выгоранию. Это важно. Далее. Да, то есть, соответственно, будет возврат и положительных имиджей, и медицины, и врача, и других специалистов. Кстати говоря, здесь появляется много других специалистов, которые имеют другое образование, обязательно чисто медицинское. И они очень полезны людям становятся. Снижение, безусловно, финансовой нагрузки, да, то есть, увеличение продолжительности активной жизни. Вот. И, соответственно, избавление от влияния, да, то есть, систем, которые, ну, явно нас не улучшают. Да, то есть, мы начинаем возвращаться, да, то есть, ну, то есть, специалисты начинают возвращаться в принятие решений. С моей точки зрения, это очень важно. У меня все. Спасибо. Спасибо.